Здравствуйте, меня зовут Марина Разбежкина, я режиссер и руководитель школы документального кино и театра. Это Зоси Раткевич, один из режиссеров фильма. Фильм снимали 10 выпускников нашей мастерской, причем все они одновременно режиссеры и операторы. Это принцип обучения у нас в школе, то есть все владеют всеми кинематографическими профессиями. И в принципе один человек обычно снимает весь фильм без всякой помощи, то есть он один на площадке два месяца, три-четыре, сколько надо. Но так как вся ситуация протестная была сложна для одного человека, то фильм снимали 10 человек. Как это все началось, ко мне обратились руководители новой газеты с просьбой подключиться к съемкам протестного движения, митингов. Причем они думали, что все закончим, мы снимаем 4 февраля. Но когда ребята уже сняли 4 февраля, то выяснилось, что мы не хотим заканчивать и есть смысл съемки закончить во время выборов. Вот 10 человек просто 2,5 месяца жили с камерами, но не просто так, они не просто снимали, может быть, вам покажется, что вот они пришли и снимали, чего хотели, да, и чего вдруг увидели, неожиданно и так далее. На самом деле этому предшествовала и предшествовала, и постоянно была такая большая работа с героями, когда чертились целые схемы, и надо было понять, как герои переходят из одного эпизода в другой, потому что от принципа новелл мы сразу же отказались. То есть можно было, чтобы каждый снимал одну новеллу, но в результате мы решили, что это будет цельный фильм, поэтому вот эти все большие схемы прочерчивались, как герои появляются первым. В эпизоде потом появляются, допустим, в шестом эпизоде, как первые лица этого политического театра становятся фоном декорации, а на первый план выдвигаются просто люди, которые не хотят жить по-старому. И это все было очень любопытно, потому что это была такая структурная работа. Ребята снимали очень близко к героям, почему этот фильм вдруг оказался таким важным, не просто потому, что он первый зафиксировал все это, а потому что принцип съемки совсем не похож на то, как, допустим, снимало телевидение, те же самые протесты. Ну, я не говорю о этих фальшивках, которые шли по МТВ, но принцип другой. Они просто наблюдали со стороны, а ребята наблюдали очень близко. И от этого это процессное движение вдруг становится абсолютно твоим, не в смысле, что вы ему абсолютно солидаризируете с ним или сочувствуете. Вот я, допустим, не солидарна со многими вещами, но просто отдельные люди становятся героями, и они становятся близкими, потому что на самом деле речь может идти только о человеке, а не в общем о политике. В общем о политике разговаривать скучно, можно разговаривать о конкретных людях, и это всегда любопытно. Да, еще очень важно, что фильм получился смешным. Мне кажется, что это вообще большой плюс всегда, когда о серьезном смешно, а за этим смешным вдруг начинает пробиваться настоящая драма, которая, в принципе, и есть у нас в стране. Зося, что ты хочешь сказать? Я думаю, смотри, смотри. Приятно, вот. Самая разговорчивая в этой группе я. Все остальные 10 человек неразговорчивы, но я думаю, что когда вы увидите кино, то после этого мы поговорим. Все, кто хочет, могут остаться, и мы с Зосей ответим на все вопросы. Да, когда вы увидите вот в фильме самые-самые заварушки, где стаскивают друг друга за ноги, дерутся все, это Зоси на заборе с камерой. Вот, всегда, поэтому, как только люди берут в руки камеру, у них проходит чувство страха, что очень важно, потому что на самом деле там были ситуации, когда можно было испытывать страх, и совсем взрослые люди испытывали. Ну, ребята были с камерой, и это другая функция, с этой функцией. Извините, 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 у меня просто по каждому вопросу предоставлять слово. Народные у меня простыщие «Вазюм и сахар». Не позволит. Машина родные. Это еще и неправильно. Ну, слушай, ну. Неправильно. Неправильно. Так и идите тогда на другой пить, мы здесь против Путина, будем бедорас. Люстра, Люстра моя, моя Люстра. Остановим декатуру! Остановим декатуру! Мы готовы начать разговор или дискуссию, все что угодно. Вы можете нам грубить, мы будем грубить в ответ. Мы тоже умеем это делать. Но в принципе мы мирные и ребята снимали достаточно мирно. У них даже практически не было конфликтов. А когда конфликты случались, то они рассказывали о школе. И было несколько эпизодов, когда они не попали в автозак, потому что рассказали там ОМОНовцам милиционеров, что они учились в школе документального кино. И ОМОН сказал, что у меня и дочка хочет. Так что я все жду, когда у меня дети ОМОНовцев придут. И так далее. То есть можно разговаривать. Это очень важно. Вот. Пожалуйста, ваши вопросы любые. Потому как снимали, потому какие у вас ощущения от кино ко мне, к Зосе. Зосе все время была на площадке, так что она вот все расскажет. Все ничего не скроет. И знаете, я немного пока отстранюсь от каких-то практических материалов. Мне очень хочется искренне узнать ваши ощущения по всему данному вопросу. Как вы это переживаете? Понимаете, я, например, я не мог смотреть этот фильм, не грызя в себя, в общем-то, все части тела, которые возможны были, не переживая это и не устраивая ядерную голову, войну в себе в голове. Потому что я не понимаю, что происходит. Ну, собственно говоря, суть ясна, но каков же будет результат? Мы все не можем спать ночью. Ну, трудно же, трудно. Понятно, что это безусловный кризис. Что будет дальше, неизвестно. А как бороться-то? Ну, вставать, да. Можем опять выйти с плакатами, походить и, в общем-то, все, горло себе перерезать этими истошными криками. А за кого? Ну, зачем? Я считаю, что можно даже на вас поговорить. Нет, я, в общем-то, пытался очень-очень-очень вкратце и как-то, наверное, слишком пока эмоционально спросить, вот, как же ты это думаешь? Я хочу узнать... Нет, ну, это очень важно. Я ведь лично автору хочу задать этот вопрос. Как ситуация-то? Ну, вот ты это снимаешь, ты же не просто как очевидец. У тебя есть какое-то свое внутреннее мировоззрение. Профессионализм в том, чтобы его не транслировать через камеру, вот именно, прямо точно свое, а уловить то, что происходит перед тобой. Это ясно. И у тебя кино подобного склада документальное. Ну, так твоя же позиция, она должна существовать. Она же... Пускай здесь мнение абстрагировано. Ты понимаешь, что на фактические взгляды, что ли? Ну, по крайней мере... Да, за краевых или за левых? За левых. Ну, лично мне импонирует анархокоммунизм и, как бы, анархисты, и леваки. Но я к фильму это никакого отношения не имею. Ну, мне неинтересно было, в общем-то, что там ты с этими, не с теми, неважно. Все мы в результате-то окунемся в одно. А вот понимаешь, да? Вот сейчас ты транслируешь проблему России тем, что ты говоришь пять минут, не задав ни одного вопроса и не поняв вообще, о чем речь-то, о чем ты хочешь спросить. Вот это проблема России, действительно. Ведь, когда мы сами уже все увидели собранный фильм, то вдруг самое мощное ощущение этой иррациональности происходящего. С любой стороны, с левой и с правой стороны, да? Вот. Нет никакой логики ни в каких действиях. Нет никакой платформы, на которой можно было бы действительно стоять или к которой можно было бы присоединиться. Есть более симпатичные позиции, есть менее симпатичные позиции, да? Но иррациональность происходящего настолько грандиозна, что ты понимаешь, что она только разрушает все. Очень симпатично, что люди вышли, все, что наконец появился голос, все. Но вот так ведь и можно ходить всю оставшуюся жизнь. И все. Рациональной позиции никакой нет. Мы хотим другого, чего другого никто не формулирует. Вот как молодой человек сейчас не смог даже сформулировать вопрос, да? А вы хотите, чтобы в рамках партии, государства кто-то что-то сформулировал? Никто не формулирует ничего. Никто. И в этом огромная проблема, которая вдруг проявилась через этот фильм. Действительно, честно наблюдали. Для нас было, когда мы готовились к съемке этого фильма, мы заранее определили, что мы не занимаем ничью позицию. Это было для нас чрезвычайно важно. Не занимать ничью позицию. При том, что, я не помню, говорили в начале или нет, что снято тысячи часов материала. Здесь час двадцать, да? То есть еще в тысячу раз больше лежит материала. И там очень много снято людей с той стороны, с правой. Они настолько по-человечески неинтересны. Они настолько все не герои. Что, конечно, проблема правой стороны интересует. Они даже в этой игре самые несимпатичные персонажи. Вот в этой игре. Мы абсолютно хотели честно уравновесить левых и правых героев и с той, и с другой стороны. У нас Дима Кубасов познакомился в Смоленске с руководителем «Единой России» в Смоленской. Единственный человек, который как-то захотел разговаривать и согласился сниматься. Потом было выставлено такое количество ограничений. И этот человек оказался не способен вообще что-то сформулировать. Он не способен был пластически существовать в кадре. Он закрывался каждую минуту, что единственный кадр, который от него остался, это когда все отправляются на путинский митинг 23 февраля, едут автобусы, и он спит, и проплывает. Мы за Путина, да? Москва. Да, Москву за Путина. Все. Да, это единственный кадр, потому что во всех остальных он был безумно неинтересен. Это он один раз уронил пирожок себе на пиджаке. Пирожок на пиджак, да. Но пирожки ему сделала бабушка, и это было чудесно. И когда он остановился около дома в Смоленске и сказал, что сейчас он зайдет и возьмет бабушки на пирожки, то Дима решил, что это очень хороший человеческий как бы будет кадр. Но он запретил снимать пирожки, бабушку и так далее. Это все было секретной как бы стороной его жизни. Она была слишком человеческая. Они не хотели транслировать ничего человеческое. К сожалению, это случилось практически со всеми правыми лидерами. Вот. Поэтому ничего не получилось. Дальше проблемы. Мы очень... Вот ребята занимались левыми лидерами. Здесь их много. Они остались фоном. Выяснилось, что с левыми лидерами тоже не все так просто. И что при приближении к ним возникает очень много вопросов к левым лидерам. Меня абсолютно поразил Прохоров. Он пластически недостоверен. А это вот очень важно, что в этом фильме есть. Сразу видно, пластика выдает. Ведь выдает не содержание речи. Вот очень многие как раз попадаются на речь. Речь самая недостоверная, что есть. Вот мы со студентами, когда работаем, я им всегда говорю, выключите речь в телевизоре. И посмотрите, что происходит с лицом. Что происходит с руками. Что происходит с движением плеч и так далее. Это куда более точный, определяющий симптом. Врет человек или не врет. Все замечательно, когда он говорит. Выключится звук. И посмотрите на него. Что, мне кажется, у ребят получилось в этом фильме. Есть некая внешняя картина, митинги, демонстрации, выступления, побоища и так далее. Но за этим есть какой-то глубинный пласт, который очень интересно разгадывать. Это вот та игра, которая и происходит. Потому что вообще это театральное действие, несомненно. Мы все присутствуем при очень мощном театральном спектакле. В котором мы или участники, или наблюдатели. Но мне кажется, что все гораздо менее страшно, чем то, что происходит в нас самих. Мы сами увеличиваем свои беды, свои проблемы, свои несчастья. А уж художникам, режиссерам, журналистам тоже совсем грех. Потому что нет ничего интереснее, чем все эти ситуации. За ними можно наблюдать, с ними можно общаться. Чуть-чуть выйдите из них, чуть-чуть начинайте это наблюдать. И вы тут же поймете, в какое вообще классное время мы живем. Простите меня, да? Мы действительно живем в классное время. Потому что не дай бог нам вернуться в Брежневское болото, где вообще ничего не колыхалось. Здесь пока колышется. Другое дело, что нас ведут туда, обратно. И вот это будет страшным. А сейчас есть драйв, есть энергия. Вы можете ее проявлять пока. Проявляйте. Ее можно использовать в самых разных, как бы, вариантах. Можно использовать. И уж молодым совсем уж не надо устраивать всего трагедию. Я не могу спать. Я не могу... Это Шекспир. Это Шекспир, это античность, да? Вот. Надо спать, надо смотреть на это здраво и весело. Можно спросить, вот, просто здесь звучали вот такие референции к тому, что фильм объективный. Фильм что? Фильм объективный. Что это значит? Ну, скажем... Мы не произносим слово объективный. Ну, это прозвучало. Ну... Вот как происходил процесс обработки? Вот ты, анархо-коммунистка. Мы не видим в фильме ни одного героя с этой фланга. Они слишком оригинальны, чтобы быть включены в большой нарратив. Это мнение показалось, что... Во-первых, у анархистов такая тема, что они запрещают себя снимать, и они вообще не лезут на трибуны. Да? То есть, ну... Вот. То есть, это мои друзья, но я не увидел среди них героев, которые прям кинематографически хорошо смотрелись бы на экране. Ну, я изучила... Ну, ты же понимаешь, как человек, снимающий, что есть много способов их включить. Да, но я посмотрела на них и поняла, что это не герой. То есть, это не герой? Не герой кино. Не герой кино. То есть, отбор шел потому, что мы видим героев кино. Да. То есть, показано только герой кино. То есть, не герой реальности, а герой кино. Чем герой кино отличает от героя реальности? Все кинематографисты знают, что не каждый человек... Героически невероятно. Посадивший самолет Ту-134 в болото. Вы всех спасшийся. А он не герой кино. Все. Его снимать нельзя. Можно каким-то другим образом передавать его героически. Да, все. Но его снимать нельзя, потому что он не рефлексирующий человек. Он замечательный. Он может посадить в болото. Все. Больше он ничего не может. На экране это будет бледная немочь, которая будет очень сильно раздражать. Вы как кинематографисты вы снимаете, вы это должны знать. Поэтому, когда велся отбор, да, довелся отбор по пониманию того, насколько вообще этот человек может что-то транслировать. Не через речь, а через пластику. На самом деле, для нас, конечно, визуальность гораздо важнее всего остального. Через эту визуальность человека проявляется. Человек в кино иначе не проявляется. Он не проявляется через свое, ну, условно говоря, душевное богатство, как угодно. Я вот, когда мы со студентами занимаемся, я им все время... Ну, важно понять, что такое драматургия в документальном кино. Да? Вы простите, я отвлеку, но это имеет отношение к этому всему. Вот, каким образом выстроить конфликт? Каким образом понять, что является самым верхней точкой, да, состояния человека? Что обязательно мы драматургию... Мы можем отменить все старые способы съемки, но не можем отменить драматургию. Да, она еще до сих пор работает. И я все время вспоминаю, может быть, кто-то вот помнит этот взрыв на... Нет, около Павелецкой, Автозаводской, да, на Автозаводской. Меня очень заняла эта история. Ну, может быть, потому что я недалеко там живу, и это было как-то очень ярко все. Значит, как только случился взрыв на Автозаводской, в метро, где много людей погибло, все, первым журналисты вытащили машиниста, да? Помню, его звали Володя, и он, несомненно, был героем. Почему он был героем? Он не открыл двери, пока был провод электрический не отключен, да? Потому что те, кто знает, как устроено метро... Инструкция действует. Да, как устроено метро, то вы знаете, что все идет по восковольному проводу, и если бы он открыл двери, погибло бы еще больше людей. И вот стоит бледный человек лет сорока, и все хотят сделать из него героя. Потому что по ситуации он герой. Говорит, ну вот как вы? Он говорит, у нас есть инструкция, говорит он вот там. У нас есть инструкция, что вот как только что-нибудь случилось, прежде всего надо дождаться сигнала об отключении рельса, и только потом мы можем открыть дверь. Нет, ну как? Ну вы же могли, ну, поволноваться, да? Это же такая ситуация неординарная. У нас есть инструкция на все неординарные ситуации, да? Мы, значит, должны сначала все. Никак из него никто не может сделать героя. Дальше пошли к нему домой. Выяснилось, что он разведен, живет с мамой. Мама учительница, занудная такая же. Мой Вовочка, говорит он, был очень хорошим мальчиком. Он всегда мыл руки, он всегда учил уроки хорошо. Никто ничего не может сделать. И вот я подумала, где у него кульминация? Ведь кульминация у него не во время взрыва. Ведь что-то должно было его, человеку, очень зарегулированного после этого взрыва. И я подумала, что, наверное, он тапочки поставил. Вот, наверное, слева ставил тапочки, а сейчас поставил справа после этого. Это единственное, что нарушило его вот жизнь такую, в которой все по правилам построено. Вот как только мы заметим вот эти тапочки, которые стоят не на месте, да, тогда появляются герои. А не в тот момент, когда был взрыв в метро, и он не открыл двери, как положено по инструкции. Потому что там инструкция, а тапочки вне инструкции. Так вот, огромное количество героев в этом протестном движении или оппозиция, они тапочки все время ставят в одно место. И поэтому они абсолютно неинтересны. Понимаете, вопрос в том, что, начиная такая, ну, мы пойдем в разных каких-то кинематографических языках. Уже там, по-моему, с 60-го года вы не можете делать кино о политике, не показывая, как оно сделано. Кем оно сделано? И зачем оно сделано? Кто сказал такое? Что за законы такие? Кому 60-е, сегодня другое время. Окей, окей, нет, это замечательно. Но вы делаете совершенно в другой парадигме, в которой очень много возникает тут же вопросов вот об этих балансах. Сразу же, кто этот объективный гений, кто здесь говорит? Нет тут объективного гения. Нет. Нету. Ну, то, что вы говорили обратно. Не правда. Это правда. Объективного гения тут нет. У нас вообще запрещено слово гений, у нас запрещено слово художник, понимаете? Вот это дух, вот этого объективного... У нас запрещено слово духовность. У нас очень много запрещено того, что с 60-х годов существует. Понимаете, в чем дело? Если вы выходите в любом виде на площадь, вы должны быть готовы, что кто-то будет сопротивляться этому, да? И я не понимаю, почему все считают, что вот мы вышли на площадь, мы такие замечательные, прекрасные, и хотим добра, а никто не будет на это реагировать с другой стороны. Будут ли во всех странах реагировать? Везде реагируют. Я была, когда была окупай в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, там тоже была очень жесткая и мощная реакция полиции, да? А я скажу, я часто бываю в Америке, эта страна все-таки немножко с другими правилами жизни, да? С другими правилами жизни. Но как только вы нарушаете эти правила, то вы тут же получите отпор. И здесь, понимаете, в чем дело, что мы все очень прекраснодушны. Мы считаем, что если мы вышли за благое дело, да, то все должны радоваться тому, что мы вышли. Да не будет так никогда, нас будут заталкивать в актазаки. Вы говорите про правила, понимаете? И бывают плохие правила, но нет правил вообще. Когда я вот так говорю, скажите свои правила, скажите, что я должна... Нет правил вообще. Вы видели эпизод, когда, где-то ближе к концу, когда Саша Маноцков, очень известный композитор, да, который работает с Андреем Могучим, да, с Андреем Могучим, вашим же театральным замечательным режиссером, да, вот, просто дает интервью и вдруг его вытаскивают из кадра. Это очень сильный вот эпизод. Так вот я вам скажу, что Саша Маноцков не в... Он это воспринимает как абсолютно... Ну вот реальность такая, и он снова пойдет, и его снова будут вытаскивать и вытаскивать. У него вот такая как бы позиция. Он ходит, ему важно протестовать, он считает, что это важно, но он прекрасно понимает, что на это будет отпор. Ну, когда противник умен, а когда маразм перед тобой, вот, просто маразм, ты не знаешь... Ну, вы хотите установить некие правила, когда с двух сторон умные. Ну, вот можно я проявлю, что тогда... Умные разговаривают вообще, они бьют друг другу морду, да. Умные разговаривают, сейчас, минутчу. Елена Завельская, я художник, и я вообще привыкла воспринимать, нечто вот в кино случилось. И я воспринимаю, ну, я, наверное, такой синтезатор, я совершенно не принимаю расчлененку. И как бы вот если это некий организм, он меня затронул, зацепил, у меня нет никакого дела до того, кто левый, кто правый, есть ли уравновешенность или нет. У меня есть ощущение того, что я увидела даже не то, что срез, я увидела за каждым героем, мне совершенно все равно, мне фиолетово, кто он. Я просто вижу, что за каждым героем стоит множество людей, каких-то архетипов. И вот это меня задело. И вот Саша Моносков, это приятель моего сына погибшего, который еще с 2002 года тоже выходил в Москве на всякие акции, и тоже знал, что его будут брать, и сидел в обезьяннике. И меня это как бы тоже не касается, я вычеркиваю это лично, потому что фильм случился. Мне было смешно, мне было страшно, я понимаю, что мы живем в сюрреалистическом государстве. И поэтому мы все задаемся вопросом, а что делать, а кто виноват. Нету ответов вопросов ни у Марина, ни у Зоси, нету этого вопроса. И нету, самое главное, что нет, нету ответов на этих вопросах. Кто есть, очень хорошо, замечательно. Ребята, вы далеко продвинулись. Если вы можете ответить на вопрос, для чего вы родились и для чего вы пришли на этот вид, ну просто вам большой респект, уважуха. Нету такого ответов на эти вопросы, нет. Фильм у нас, спасибо. Понимаете, я не то чтобы призываю всех документалистов к какому-то кликушеству в данной ситуации, но мне кажется, что вот мы посидели, повеселились, они там потанцевали, да, и вот под эти танцы кого-то убили, там, кого-то заменили, заменили строй, там, поменяли Машу на Васю, Васю на Сашу, и ничего от этого на самом деле в людях-то не изменилось абсолютно. Люди как были вот бараны, вот они так бараны и остались. Это неправда абсолютно для людей, это абсолютно неправда. И они не понимают, вот их ведет, вот их ведет там один человек, их ведет другой человек, их ведет вот это вот такие отдельные толпы стат, которые вот идут, и они сами настолько уже давно отучены мыслить и логически рассуждать. Вот для меня в этой ситуации вообще вот все, за чем я сейчас наблюдаю, вот я совсем недавно вот на фоне всех этих событий пересмотрела Клима Сангина, все 14 серий. Я, наверное, посидела наполовину еще, потому что я поняла абсурдность еще раз, потому что мы это все переживали уже не единожды, не единожды. Но мы, к сожалению, не переживаем это одинаково. Вот с какими-то шутками, переболотками, гармошкой, совершенно не понимают, в какую пропасть все это ведет, в конце концов. Ребята, при чем здесь гармошки и так далее? Это художественная форма, гоголь смешной, и через этот смех прочитывается драма и трагедия. Это форма искусства, смех – самая сильная форма в искусстве. Ничего сильнее не придумано. Если мы будем через пафос себя проявлять, то пафос – это самая лживая форма, которая может быть. Да, чудовищная лживая форма. Поэтому меня очень пугает любой пафос, праведный, неправедный, да. Через него как раз ничего не рождается. Рождается все через смех. Но кроме того, что вот это смешно и абсурдно, вот мне не хватило здесь того, что это еще и страшно. Я думаю, что... Может быть, это вам не было страшно, но в принципе страшно рождается после кино, когда вы начинаете понимать, что за этим первым слоем существует некая очень серьезная драма конкретных людей, серьезная драма государства и так далее. И это здесь есть, да. И это прочитывается и прочитывается через смех. Я просто счастлива, что смех возник здесь. Я просто счастлива, потому что иначе мы все утонем в слезах, утопим друг друга в слезах, сделаем Крымск уже собственными руками. Вот. Что мы и делаем регулярно, рыдая постоянно. Вот действительно, воспринимать это кино, которое создается в вашей школе, возможно только если ты как-то вот с этим связан, или если вот мой товарищ Никита Лучев провел меня там полтора года назад за руку, и только тогда ты узнаешь об этом. Либо ты едешь на фестиваль в Ливорне. Локарм. Локарм, да, простите. Какую вы хотите судьбу своим произведениям, именно зрительскую? Значит, я отвечу на первую часть сначала. Во-первых, я не думаю, что это интересно только тем, которые знают персонажей, участников и так далее. Знаете, мне всегда говорили, когда я сделала свой первый игровой фильм «Время жатвы», что это понятно только людям определенного возраста, которые прожили русскую историю. Потом я была со своим фильмом на 50 международных фестивалях, да, вот. И мне в Китае говорили, вы знаете, вы сняли фильм про мою бабушку. Я говорю, у вас бабушка из России? Нет, нет, она из Китая. Потому что потом мне говорили то же самое в Финляндии, в Канаде, в Соединенных Штатах. Потому что речь ведь не только о персоналиях, это для нас просто сейчас очень острые эти персоналии, а в принципе речь о том, что человек боится, что он проигрывает или побеждает, и это все есть в этом кино. И когда нас взяли в Лакарно, а Лакарно, в общем, им плевать на самом деле, да, что там у нас происходит, кто у нас кому бьет морду. Они прочитали в этом что-то, потому что мне сказали, что все члены отборочной комиссии проголосовали за фильм, а это один из самых крупных фестивалей в Европе, да, вот. Потому что им показалось, что он очень точно обозначает какие-то даже культурологические проблемы, которые существуют в современном обществе. Потому что это не только у нас, это же кризис гуманизма во всем мире. Никто не знает, что делать, допустим, с огромным количеством переселенцев во Францию. Никто не понимает, что делать в Голландии, которая сейчас искупает свою вину перед территориями, территориями, захваченными в XIX веке. Никто не понимает, никто, и гуманизм уже на сегодняшний день находится под большим вопросом, да. Этот вопрос, поэтому этот фильм понятен не только тем, кто участвует в событиях, или кто понимает эти события, значит, насчет судьбы фильма, мы его возим по стране. Мы пока не получили прокатного удостоверения, и я думаю, мы его не получим, вот. Но мы имеем возможность, но мы еще не подавали, поэтому вот когда мы подадим и откажут, мы об этом напишем, да. Я к этому отнесусь с огромным пониманием, потому что государство должно обороняться от нас, да. А как же ему иначе выжить в своих идеях, да, которые нам, допустим, не симпатичны. Поэтому опять без всяких трагедий отнесусь. Не дадут удостоверения, мы будем ездить по стране и показывать. Просто благо сейчас яуфы не тащить, а вот просто диск можно, да. Вот. Ребята с удовольствием ездят, так что приглашайте, если кто-то не из Питера, из других городов, приглашайте, мы приедем. Спасибо огромное за фильм. А, простите. Я быстро, я быстро. Нет, я подпишусь. Да, фильм очень смешно, очень страшно, и мне кажется, никто не сказал, очень живой. И, например, есть моменты драка, где вот ощущение, что камера просто вот вместе со всеми. Да, вот это, да. И вот это, кстати, страшные очень моменты. У меня такой единственный вопрос, может быть, более-менее заключительный или нет, не знаю, тоже как документалист. Когда вот взяться за такой темой и за таким театром, когда остановиться? Почему вот остановиться зимой, а не продолжать и вообще вот все время сейчас еще вот следить за этим? Значит, я скажу... И это грамотургии, кстати, тоже. Да, да, да. Значит, сейчас, если вы в курсе, снимают два крупных документариста, Паша Костомаров и Саша Расторгуев, снимают события политические. Они зарядились надолго вместе с Лешей Пивоваровым с НТВ. Помните, автор хороших фильмов с реконструкцией. Я реконструкцию не люблю, но у Леши это получается. Вот они пока снимают, сейчас пришло предложение от них нам присоединиться к ним. Уже встречалось. Уже встречалось, да. Ну вот кто-то согласен, кто-то хочет заниматься другим кино. У нас есть предложение от немецкого канала 6 лет снимать срок, весь срок, как бы, Путина. Да. Хотя Оля Романова утверждает, она каждый раз, когда слышит от меня, что все это будет 6 лет, она говорит, не будет, не будет этого 6 лет. Не будет. Но я тут настроена иначе, мне кажется, что будет, никуда это не денется, к сожалению. Вот, понимаете, это надо снимать вообще. Но я не уверена, что я хочу, чтобы ребята себя обрекали на всю эту жизнь. Здесь уже их будет решение, будет право. Мы хотели снять вот этот период самый острый до выборов. Мы сняли выборы. Кстати, выборы были самым страшным для съемок, как бы, делом, потому что, вот, это первый раз. Даже не на этих свалках, да, а на выборах наши девочки повредили камеру, которая снимала эту вот совершенно гогольскую историю, разбили фотоаппарат у фоторепортера, и там все было очень жестко на выборах, чрезвычайно жестко. Вот, если ребята захотят дальше снимать, они будут снимать. Мы спешили, почему полтора месяца всего длился монтаж, хотя такое количество материала, ну, минимум полугода требует монтажа, это подарок нашей к инаугурации президента был. И мы как раз за несколько дней до инаугурации впервые публично показали фильм. Вот, на самом деле, кто-то подхватывает, но вот нам надо было зафиксировать этот момент. Он был очень важным, что вдруг люди проснулись, вдруг они поимели слово какое-то, да, поимели некий жест, некую свою пластику революционную поимели, что будет потом, ну, все снимают. Вот, все снимают. А вот, спасибо всем вам, потому что люди в этом, да, это вы герои. Вы герои, спасибо. У тебя вздусь, это снимает. Какая мальчик, как я. Я тебя вздусь.